Не опасно. Считайте, что я не за рулю. Ваше желание вступить в марафон становится сильнее, а мест остается все меньше. Мы сначала вообще не хотели никого больше пускать, то есть вот начали со 2 декабря и все. Но количество желающих настолько большое, что девочки пишут свои истории, пишут о том, что они очень этого хотят, что они раньше не видели, что идет марафон и так далее. И поэтому мне реально всех... Стартуют, допустим, со следующего дня и так далее. Вот сегодня у нас тоже есть те, которые стартовали сегодня. Поэтому если вы хотите прям вот 100% уверены в том, что вы справитесь, что вы выдержите 20 дней, то, пожалуйста, присоединяйтесь с завтрашнего дня. Но сегодня мы должны с вами об этом договориться в директ. То есть вы мне пишите, я вам скидываю условия. И если вас все устраивает, тогда вступайте сегодня, знакомитесь со всеми материалами и завтра стартуете. Вот на таких условиях. Сегодня у нас 5 число. То есть если вы в марафон вступаете с 6 числа, значит, 26-го вы заканчиваете. Прямо... Пожалуйста, вы еще успеваете до Нового года. Потому что уже 28-го даже уже смысла нет заканчивать. Ну, это уже тяжело даже мне будет вас контролировать. Потому что все будут в закупках новогодних, в подарках. И абсолютно будет не до этого. Поэтому еще один день, но я могу еще продлить. Это, правда, уже тяжеловато. Мне очень легко с девочками, которые вступили в марафон сразу. С самого начала их 400 человек. Вот они с первого дня со мной, со второго числа. С ними очень просто и легко. Они идут вот одной упряжкой. Да, они помогают новеньким. Я тоже новеньких контролирую. Но все равно проще и легче все равно в огромной большой команде, когда все уже перезнакомились, друг друга знают. Поэтому, если вы готовы справиться и вступить завтрашнего дня, пишите мне в директ «Хочу в марафон», и мы с вами договоримся. Что подарите в директ «Хочу в марафон»? Что подарите внукам? Игрушки. Я уверена, что все дети абсолютно спокойно относятся к вещам. Каким-то кофточкам, платьишкам, крючкам. Все хотят игрушки детки. Ну, все. Ну, когда детки подрастают, то игрушки становятся уже не игрушками, а мобильными телефонами, автомобилями и так далее. Поэтому деткам, внучкам и внукам будут игрушки в подарок. Это однозначно. Вчера искала... Что приготовить из кабачка? Из кабачка очень много блюд. Очень вкусных блюд. У меня есть, кстати, в рецептах... Мой рецепт, я лично придумала его, это как запеканка из кабачков. С фаршем куриным. Очень вкусная вещь. Можете посмотреть в моих рецептах. Вы видите. Вы обещали эфирно-психологические темы. Про детей, про переходный возраст. И знаете, вчера только разговаривала на эту тему с детьми, со своими. И знаете, я, наверное, тоже сделаю отдельную страничку и сделаю тоже типа марафона. Потому что просто на огромную аудиторию вещать про такие темы, личные, мне кажется, все-таки не стоит. Очень много левых людей, которые заходят ко мне в прямой эфир, которые оскорбляют, которые отвлекают, которые не дают нормально, спокойно поговорить. И для вас тоже это будет более комфортно, потому что вы сможете спокойно... Если вы согласны, то дайте знать. Я с удовольствием с вами буду на эти темы разговаривать. Мы будем разбирать каждый случай. Мы будем выходить в прямые эфиры, так же, как в этом марафоне, который я сейчас веду. И каждый день я буду рассказывать вам что и как. Отвечать на... Что скажете? Готовы? Так, иди сюда. Оливье, ты вместо колбасы креветки? Тючель, шута. А что такое? Я за, давайте, я хочу. Я вот тоже считаю, пусть будет 10 человек. Но нам никто не помешает. Вот правда, у нас вот сейчас в марафоне стройности настолько комфортная обстановка, потому что девочки пришли за конкретной целью. И нет там этих хейтеров, которые пишут, что марафоны это типа хрень, не буду матом ругаться и так далее. Вот от таких вот идиоток хочется избавиться. Хочется конкретно, если мы говорим с вами о подростках, об отношениях в семье, об отношениях с мужем, об отношениях с детьми, о переходном возрасте и так далее, значит мы говорим на эту тему спокойно, без посторонних. Вот я считаю, что это правильное решение. Вот лично мое мнение. Бессовестно, абсолютно согласна. В смысле, эту страницу закройте? Здесь на этой странице сейчас 787 тысяч. Вы хотите сказать, что они все ко мне хорошо относятся? Нет. Здесь очень много любопытных, очень много из разных групп админов, которые сидят и просто воруют информацию. И потом разносят по всему интернету. Поэтому запреть эту страницу бесполезно. Она уже общественная, лично общественная, так скажем. Поэтому нет. Конкретно по марафонам. Те, кто хочет худеть, будет марафон, отдельная страница. И там будут только те, кто хочет худеть. Те, кто хочет поговорить на психологические темы, будет отдельная страница, где мы будем говорить на психологические темы. Будет именно так, как я сказала. Есть желающие, прибавляйтесь. Я объявлю, когда эта страница появится. Если кому-то это неинтересно, все, пожалуйста, мимо, значит. Хорошо? Конечно, не всем же интересна тема марафона. Я полностью согласна. Полностью. Я уже заблокировала эту идиотку. Правда, заблокировала. Зачем нам? Зачем нам здесь они нормальные? Салат Лаура? Нет, не пробовала. Давайте нам сюда этот салат. Все с удовольствием его, я думаю, попробуют. Поэтому, девочки, если есть чем поделиться, каким-то рецепт таким интересным, не бросайте сюда. Потом копируем. И в себе страничку пробуем. Затем советы. Да? Да, вот я согласна с вами. Здравствуйте, здравствуйте. Вы шикарные. Спасибо. Вы всегда замечательно выглядите. Спасибо огромное. Директ читаю. Просто на ерунду не отвечаю. А директ читаю. Да, с диабетом идите к врачу. Абсолютно верно. Согласна. У меня у мамы был диабет, и она ходила к врачу. Она у меня советы не спрашивала. Я сейчас еду в магазин украшений. Помните? Есть такой магазин. Сейчас покажу коробочку. Вот, я сейчас еду туда. Хочу одно украшение поменять на другое. Гранатовые брызги лучший салат. Что это за салат? Расскажите нам немедленно. Мы все хотим узнать, что это за гранатовые брызги. Расскажите, что туда входит хотя бы. Так, так, так. Это что такое? Вот фура как себе ведет отвратительно на дороге. В левый ряд. Автопоезд с огромными машинами. И просто вот так легко. Бац. И передо мной прям. Нормально? Нет, чувак. Клею обои и слушаю вас. Так, удачного вам поклеивания обоев. Смотрите аккуратненько на стыках. Мои смс по поводу марафона не прочитаны. Леночка, значит, напишите в группу. Я не виновата, правда. Я прочитываю все. И отвечаю всем абсолютно. Но дело в том, что иногда вот так вот показывают Инстаграм. Я когда столкнулась с этим впервые, когда у меня была распродажа вещей, многие мне тоже писали, что вы не читаете, я хотела бы пить, а вы не прочитали, а я не вижу. Я только потом захожу к человеку, нажимаю на сообщение, и тогда только вижу, представляете? Поэтому даже я не знаю, как и быть-то. Попробуйте написать под последним постом. Я буду сегодня читать комментарии, и я к вам зайду в сообщение. Хорошо? Вы красавица, спасибо. Как зубы? Боль прошла? Да, да, конечно. Два дня поныло. Ну, само собой, представляете, когда тебе разрезают десну, потом еще в кость тебе вкручивают штифт, а потом зашивают, конечно, будет болеть. Естественно, там же рана. Но слизистая, слава богу, быстро заживает, поэтому хорошо. Во, нам салатик, да, салатик, ура, я сейчас скопирую. Во, я себе скопировала. Ура, спасибо большое. Это салат, Лаура. Спасибо огромное. Не могу найти информацию о марафоне. Никакой информации о марафоне нет. Это закрытая страница, закрытое мероприятие. Это было, знаете, как? В прямом эфире я сказала об этом. Да, в прямом. Ну, в сторис. Могу в сторис, в принципе, и дать страничку, конечно. Но будет запросов больше от тех, кто просто любопытный. Я не хочу лишнюю работу делать. Поэтому, кто хочет в марафоне, я в прямых эфирах объявляю. Пишите лично мне в Дирек. Просто пишите. Либо под последним постом. Я к вам зайду на страничку и сброшу всю информацию. Хорошо? Отлично, салатики пошли. Да, 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 салатики пошли. Согласна. Давайте еще. Мне зуб мудрости удалили неделю назад. И до сих пор там рана. Ну, там же у вас прям рана. На самом деле, в последнее время делают, когда удаляют, тоже зашивают. Для того, чтобы быстрее стягивалась рана. Я не знаю, кто вам удалял и как удалили. Если бы вы знали, с какими удовольствиями я вас слушаю. Спасибо. Ваши эфиры, как бальзам на дыше. Спасибо. Почитайте комментарии. Я довольна. Обожаю вас. Спасибо. Салат гранатовой брызги. И рецепт. Вау. Можете скопировать и еще раз написать? Танечка, пожалуйста. Не заметила. Я сейчас посмотрю. Внимательно. Виниры. Разве не вредны для своих родных зубов? Слушайте, смотри, какие зубы. Если у вас зубы уже прям такие, что только виниры способны, то лучше ходить с красивыми зубками. А чем они помешают? Хочу, по-моему, марафон. Когда будет следующий? Можете прям сейчас добавляться. Еще успеете. Как раз 26 декабря закончится. Прям перед Новым годом. Расскажите, как вы справились с паническими атаками? Ой, это очень сложно. Ребята, правда, это отдельная прям тема психологическая. Вот будет психологический марафон, давайте туда с этой темой панических атак. Хорошо? Потому что я знаю, что многих они мучают, панические атаки. И это понятно, что у нас такой сейчас мир сумасшедший. Просто гонка, особенно Москва. Это просто. Да и в принципе в России ситуация сейчас такая, что панические атаки, мне кажется, просто у каждого третьего. Вот. Поэтому можно поговорить об этом. И как справляться с этим тоже можно поговорить. в каком цвете у вас будет ёлка. А это маленький секрет. Я уже начала подкупать новые игрушки для ёлки. А наряжать мы будем её завтра. Так что завтра в сторис я буду показывать, как мы будем наряжать ёлочку. Будем её ставить. И я надеюсь, что мы завтра закончим её наряжать. И не только ёлку, но и зал целиком. Спасибо за то, что отвечаете. Люблю вас. И я вас тоже люблю. Я беременна. И меня учат. Учат атаки. По сути, беременность должна вас, наоборот, успокоить. И панические атаки должны пройти. Старайтесь слушать релаксирующую музыку. Постарайтесь поменять отношение ко всем ситуациям. Потому что всё, что происходит с вами, панические атаки, они идут отсюда. Именно отсюда. Поэтому вам нужно перезагрузить ваш мозг и думать, прежде всего, не о своих страхах, не о своих печалях, не о каких-то неудачах, не знаю, там, расстройствах, а думать о том, что у вас внутри маленькая жизнь. И от этого, от того, как вы сейчас относитесь к этому, зависит очень многое. Не дарите своему малышу с первых дней зачатия отрицательные эмоции. Не нужно этого делать. Дарите только положительные. Думайте о вашем малыше, не о себе. Привет. Марафон стоит 500 рублей. Символическая плата для входа в марафон. Больше никаких доплат нет. Девочки, которые в марафоне могут подтвердить это. Никаких больше доплат, никаких реклам, никаких предложений по таблеткам и массажам, и пеленаниям. Все идет в лайтовой, семейной, командной обстановке, дружеской. У нас все четко. Это вход для того, чтобы отшить всех, кто нам не нужен, так скажем. Бесплатно, знаете, сколько туда людей зайдет? У меня была страница, 27 тысяч подписчиков там было, 27 тысяч. По всему интернету летали скрины с этой страницы. Я не хочу этого. Не хочу. Я хочу, чтобы девочки, которые придут конкретно за тем, чтобы получить стройное тело, чтобы они чувствовали себя комфортно, чтобы они знали, что нигде про них никто ничего не напишет и не будет ржать. У нас там одна команда, которая пришла за конкретной целью. сегодня выглядите отлично. Спасибо. Ответила по поводу платы за марафон. Спасибо за совет. Всего 500 это очень мало. Цените свое время. Да, 500 рублей. Я ценю свое время, но я очень люблю своих подписчиц. Очень люблю, правда. И поэтому я понимаю, что не каждая может себе позволить даже 500 рублей. Кому-то это ерунда, для кого-то это много. Поэтому такая стоимость очень лайтовая. Прям очень. Духовно, да. Согласна, что нужно духовно лечиться. Давай поженимся. Знаете, вчера, кстати, смеялись на эту тему с девчонками с моими, с дочками. Вот видите, как у меня машина реагирует на то, что рядом рычит КамАЗ. Вот. Короче, девчонками смеялись. На почту Оле пришло письмо, что ей там какое-то королевство маленькое на Северном Кипре, приглашает ее как блогера на какую-то там конференцию. И Илья посмотрел в интернете и оказалось, что это королевство это один маленький город, в котором 322 жителя, из которых 258 мужчин. Представляете, то есть женщин там даже ста не наберется. И я смеюсь и говорю, слушайте, нам нужно просто организовать срочно там программу «Давай поженимся». И просто наши женщины найдут там себе мужей. Потому что у нас в России прям явно не хватает мужиков. Ну вот согласитесь, женщины мучаются, нет мужчин, мало мужчин. Глаза, спасибо, спасибо большое. Беременность паническая так, исходите на исповеди причастия. Порнографии, окей, поженимся. Привет из Бугульмы, Татарстан, вы супер. Привет Бугульма. Привет, привет, привет. Ну что, здравствуй, пробки называются. Где можно посмотреть ваш марафон? Мой марафон посмотреть невозможно. Вы можете посмотреть некоторые отзывы, которые я публикую в сторис, причем всегда публикую без имен, для того, чтобы девочкам было комфортно. Я их не выставляю, кто у меня там на марафоне, щижу их. Поэтому иногда отзывы просто публикую. А посмотреть, зайти, ну это же не музей и не картинная галерея. Это марафон для стройности. Чего его смотреть-то? Там люди худеют. Хотите добавиться, пожалуйста, оплачивайте вход и заходите. хотите выйдите потом, хотите оставайтесь, это уже ваше дело. Хорошее королевство, да, вообще. Представляете, 322 человека, из них 258 это мужчины. Обалдеть просто. Вы классная. Какой крем для лица у вас? У меня сейчас крем для лица с пептидами PEP+. мне очень нравится, прям целая серия. Я помимо маски еще эти крема использую, мне прям нравится. Маска прям вот мгновенного действия, но вот между масками, ее нельзя часто, только раз в неделю, я кремами пользуюсь сейчас, именно этой линией. Я показывала, кстати, у себя в ленте. Это не просто реклама, это реально крутые крема, мне очень нравятся их действия. Как вступить 500 рублей. Как зарабатываете деньги? Очень тупой вопрос, ненавижу эти вопросы, каждый зарабатывает как может. Как зарабатываете вы, расскажите. Обратите внимание на историю Димы. Девочки, есть для этого специальные благотворительные фонды, я изредка размещаю информацию о больных детках, о которых я конкретно знаю. Пожалуйста, есть благотворительные фонды, есть государство, но в конце концов, ну это же неправильно, я не могу свою страницу превращать в галерею больных деток, ну правда, ну не считайте меня там какое-то ненормально, но это действительно так. так, я сейчас буду удалять. Девочки, у вас фонд один, у вас есть еще куча связей с другими фондами, связывайтесь с другими фондами, подключайте, хватит терроризировать блогеров, вот реально, вы реально терроризируете, вы раскручиваете свои фонды, вместо того, чтобы помогать детям, вы раскручиваете свои страницы и свои фонды, уже ни для кого не секрет, что фонды тоже зарабатывают, это один из способов заработка, то, что в фондах, кстати, действительно, это уход от налогов, это способ заработка, вот очень много такого есть, и я не знаю, насколько ваш фонд честен, не знаю, и я не хочу в это углубляться, у меня очень мало времени для того, чтобы разбираться в этом, я занимаюсь боготворительностью точечно, раньше я делала публикации все подряд, просто, потому что давили на жалость, потому что что-то, и столкнулась с тем, что у меня несколько раз мошенники развели на это, и что люди заплатили деньги и достаточно много денег, и люди нажились на этом нечестные, я не хочу больше в этом участвовать, не хочу. до свидания, да, пожалуйста, до свидания, ошибаюсь я не ошибаюсь, не важно, я уже ошиблась несколько раз, когда я помогла мошенникам, поэтому я разбираться в том, мошенники были или нет, не хочу, у меня действительно нет времени, я уже говорила, у меня ощущение, что 48 часов в сутках. Сейчас вообще в последнее время, знаете, стало модно дергать блогеров, вот я заметила, вот чуть-чуть какая-то там где-то туман, вот недавно туман был в Иркутской области, мне пишет какая-то девушка, расскажите, сделайте репосты, расскажите, мы тут задыхаемся, я говорю, о чем рассказать, посмотрите, обратите внимание СМИ, оказалось, что это просто туман, она пыталась, чтобы я начала делать репосты, подняла шум, рассказала о том, что все власти говно, и что они задыхаются от дыма, я говорю, снимите мне видео, скиньте, вот посмотрите, я трачу на что в свое время, это ужас, она мне скидывает видео, где сама же идет, показывает вот так, и говорит, вот непонятно, то ли это туман, то ли это дым, но ничего не видно, девушка, дорогая моя, если это дым, то ты точно поймешь, сто процентов, а если это не дым, если ты понять не можешь, то это туман, а туман у нас в Подмосковье часто, и если я буду писать всем подряд, и говорить, сделайте репост, у нас то ли туман, то ли дым, ну вы издеваетесь, что ли, остановитесь, хватит дергать блогеров, шубку такую я купила у девушки, которая занимается онлайн шоппингом в Майами, ее зовут Ксюша, у меня на странице есть фотографии в этой шубке, и там как раз вот ссылка на ее страничку, девушка замечательная, я сто процентов гарантии даю, что будет все четко, не бойтесь, но онлайн шоппинги у нее просто отменные, я сама зависаю, залипаю, просто постоянно у нее что-нибудь покупаю, сейчас, кстати, тоже заказала у нее, ой, расскажу, ладно, заказала такой комбинезон на Новый год, прям очень крутой, причем такой вечерний комбинезон, он прям вот, слава богу, сейчас фигурка позволяет, поэтому вот хочу попробовать комбинезончик надеть, так, все, пока, я не собираюсь здесь превращать сейчас свой прямой эфир в спор о том, правильно я говорю или нет, так что, до свидания, да, я вам говорю, что столько неадекватов пишут в директ, что просто, ну просто ужас, просто, ну представьте себе, понять не могу, то ли туман тут, то ли дым, но обратите внимание и расскажите всем, что у нас власти говно, ну нормально, нет, нет, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...